Здравствуйте! В студии Наталья Двойсина. И сегодня тема дня посвящена благоустройству набережной пляжи Учкуевка. Несколько дней назад завершился конкурс на лучший проект. Об итогах поговорим с нашими гостями. Сергей Девич Комаров, председатель Союза архитекторов Севастополя. Здравствуйте! И Людмила Денисовна Кузнецова, победитель конкурса. Здравствуйте! Вначале я озвучу название этого конкурса. Оно большое, длинное, но все же для того, чтобы мы услышали конкурс на лучшую концепцию архитектурно-городостроительного развития рекреационной территории, прилегающей к территории парка Учкуевка со стороны береговой линии Черного моря в городе Севастополе. Все верно. Ну верно. Сергей Девич, подробнее о конкурсе расскажите, да, когда он у нас стартовал? Два месяца вроде как длился. Ну он примерно два месяца, я уже не помню. Но он скорее всего стартовал в середине апреля, вот так вот по моим воспоминаниям. Вы были в членах жюри? Да. Итог какой сейчас получается? Я знаю о том, что были общественные обсуждения или общественные голосования, и члены жюри выбирали проект. Сколько этих проектов было? Проектов было шесть. Всего шесть? Всего шесть, да. Вот. Значит, ну проекты были выставлены, я уже не помню какого числа. Ну то есть они были выставлены, по-моему, за неделю до того, когда заседала конкурсная комиссия. Естественно, конкурсная комиссия тоже за это время просмотрела проекты, ну как их выставили, как опубликовали на сайте. Ну и проекты стояли там вот на Ливаневского, вернее, на Челюбском, Ливаневского, да. Ливаневского 24. Да, Ливаневского 24, они стояли на общественный осмотр, ну и люди голосовали, скидывали свои. То есть обсуждение, можно сказать, или голосование проходило параллельно, да? Ну параллельно, да. Там общественное голосование. Вы как члены жюри, кто входил в конкурсную комиссию? В конкурсную комиссию входил зам директора департамента архитектуры, входил Кулагин, входили архитекторы от Союза архитекторов Комаров, Пушкарев, входил Горелов, депутат собрания, ну и входили представители, значит, правительства, там, департамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйства, представители. Вот такое было жюри. И как проходили обсуждения? Споры были или просто методом? Вы тоже голосовали? Нет, ну как, обсуждения, ну как, они проходили довольно так, это тщательно. Каждый проект рассматривался, обсуждался, каждый член жюри мог высказывать свое мнение. И потом, значит, в итоге, когда все проговорились, все, как бы, в темную написали, проставили баллы на каждый проект. То есть были выделены такие бюллетени, и против каждого проекта ты ставил сколько баллов? 5, 4, 3, 2, 1 и так далее. Вот, потом все это дело подсчитывалось, то есть людей выгоняли, членов жюри, все это дело подсчитывалось, снова, значит, приглашали, вскрывали конверты и говорили, что какой-то проект занят и так далее. А потом, после всего этого уже обсуждения, после уже подведения итогов, ради интересов, вскрыли вот как раз ящички... А где? Общественные? Да, с общественными жителями. И там на каждый проект были свои ящики поставлены, в них каждый бумажки складывал, значит, и вот. И что оказалось в итоге? Вот я знаю, что мнения сошлись и профессионалов, и... В итоге, да. В итоге очень неожиданно и очень приятно, кстати, оказалось так, что мнение и жюри, и мнение жителей совпало. Вот. Жюри могло объяснить, почему совпало, а почему жители? Ну, наверное, просто понравился проект, не знаю почему. Людмила Денисовна, вы победитель, да? Расскажите, что входит в концепцию-то? Ну, в концепцию входит зонирование полностью пляжа. То есть первая зона — это песочная зона с навесами, с жезлонгами. Дальше идёт прогулочная зона. Потом зона отдыха. За зоной отдыха размещены спортивные площадки, детские площадки и разные развивающие. Ну, наглядно, где мы сейчас этот проект можем увидеть? На сегодня он ещё находится... Три проекта победителя находятся ещё на Ливаневского, 24. Их ещё не увезли. Их ещё не увезли. А в интернете где-то, может, есть какой-то доступ? Ну, я не знаю. Наверное, на сайте... Конечно. На сайте архитектуры, да, наверное, должны ещё находиться. То есть три проекта победителя? Да. А ваше первое? Первое место мы заняли, да. А откуда такая инициатива с Вашей стороны? Ну, понимаете, у нас группа предпринимателей, я не в единственном лице, группа предпринимателей, которым мы проработали там десятилетия. Поэтому кто, как не мы, знаем, что нужно пляжу. И вот доказательства победы на конкурсе. Как и что? Как долго Вы разрабатывали проект? Ну, мы это вынашиваем уже не один год, но просто не было возможности осуществить это. Ну вот сейчас правительство решило, что должен быть конкурс. Поэтому мы поучаствовали. И вот доказали, что мы понимаем, что нужно на пляже. Разрабатывали проект по нашей просьбе профессионалы, профессионалы наши, севастопольские. Поэтому видите, какой результат. То есть местные люди знают, что нужно для гостей города и для наших жителей. То есть Вы обратились за помощью? Ну, конечно, мы обратились за помощью к архитекторам нашим, севастопольским. Они любезно откликнулись, и вот результат. Мы очень рады. Сергей Деевич, Вы тоже голосовали за этот проект? Да, я тоже голосовал за этот проект. Чем он привлекательный? Почему именно он должен быть реализован в жизни? Ну, как привлекательный? Этот проект просто логичен. Он логичнее всех остальных проектов. Там грамотно проработаны все зоны, значит, которые должны существовать на пляжной территории. То есть зона самого пляжа, зона вот этой набережной аллеи, так сказать, зона обслуживания, обслуживающая эта зона. Ну и кроме этого, тоже с моей точки зрения плюс большой, то, что там еще решено транспортное обслуживание всей вот этой территории. Потому что, как правило, очень много, значит, ну и в тех проектах тоже во многих вот эта часть как бы была не учтена. И поэтому, ну, понимали, что все равно эту часть надо будет дорабатывать, потому что в таком виде там будут очень много проблем в эксплуатации этой территории пляжной. Вот. Там просто были решены те проблемы, которые, ну, на этой территории, на пляже Вычкуевка, они вот существовали, и которые мешали как бы развиваться нормально пляжу. Чтобы человек комфортно там мог отдыхать, чтобы никто никому нигде не мешал в плане, значит, и загорания, и обслуживания, и, так сказать. Ну, то есть, ну, была проработана, грамотно проработана схема, значит, вот этой территории. И что, ну, на мой взгляд, это, наверное, вот заслуга как раз вот то, что предприниматели проект заказывали. То есть, видим, архитектор очень плотно поработал, ну, будем говорить, что они заказчики, да, архитектор был у них как бы вот на подряде, да. И он очень плотно поработал, значит, вот с заказчиком, то есть, они очень плотно поработали с архитектором, и им удалось, ну, как бы совместить интересы Вычкуевка, совместить, и этой территории городской, ну, для эксплуатации. То есть, там, значит, были ученики, значит, те интересы, интересы тех людей, которые там уже годами там сидят, живут, и, как бы, ну, которые, во-первых, ну, как бы приросли к этому месту, и в то же время, значит, сделали так, что они еще и, ну, как, логично вписались в эту схему, понимаете? Потому что многие были проекты, просто, ну, взяли там, это мы смели, значит, по новой что-то будут делать. Они не подумали, что это будут проблемы с ДИЗО, проблемы, значит, с жителями, проблемы с этим, социальный взрыв, ну, и так далее, понимаете? Вот. Просто идти на поводу, значит, у предпринимателей тоже, наверное, нельзя, потому что где-то вот, ну, интересы предпринимателей не совпадали с интересами жителей, отдыхающих этого места, да? А тут просто как-то все совместилось и хорошо упаковалось. И плюс они еще, значит, дали предложение по парку закольцевать вот эту всю территорию парковую, чтобы там не было ни пробок, и в то же время можно было спокойно обслуживать. Ну, тут много деталей, которые, значит, привлекали. Например, те предприятия, обслуживающие пляжную территорию, они имеют свою хоззону. Вот в их проекте еще хорошо как, что хорошо сделали? То, что сам парк, он не видит вот этой всей вот, ну, вот этой всей хозяйственной, вот этой вот, ну, хозяйственной территории, она всегда как-то, ну, непривлекательная. Тут было так решено, что хозяйственная зона, она отделена от парка, в то же время она обслуживается транспортом, и в то же время идет четкое разделение, значит, обслуживающей территории, зеленой зоны, променад вот этой вот, набережной, само пляжик. Ну, то есть, ну, все грамотно сделано, поэтому тут не определился ни к чему. А чего не хватало вот в проектах, которые заняли второе и третье места? Нет, ну, второе место, кстати, там, кстати, тоже местный архитектор занял второе место, что тоже приятно. Мне вот очень приятно, как Людмила, значит, похвалила местных архитекторов, потому что на самом деле, значит, ну, логично, что наши архитекторы все время конкурсы выигрывают. Вот, начиная с такого федерального конкурса по территории Мысокрустальной, значит, карантинная бухта, вот этот, был выигран конкурс в 17-м году. Конкурс по пляжу Парка Победы тоже наша девочка выиграла, а тут аж целых два места, первых просто мы гордимся. Людмила Денисовна, скажите, по вашему мнению, чего не хватало все эти годы на набережную Учкуевка? Там много чего не хватало. Пляж очень в запущенном виде был, поэтому мы все четко понимали, все предприниматели, которые мы там работаем, что уже приходит конец такому виду, что мы должны его реконструировать. Поэтому мы рады тому, что правительство вынесло на конкурс это все, и вот по результатам Победы мы надеемся на сотрудничество с правительством, и мы очень надеемся, что мы будем принимать участие в реконструкции пляжа. Мы все готовы к этому. Мы готовы заключить соглашение с правительством и вкладывать свои деньги, не тратя деньги бюджетные. Поэтому мы готовы очень большое время с бюджета снять на себя и приводить пляж в порядок своими силами. Скажите, а вот эти идеи, которые вы реализовали в проекте на бумаге, они откуда взяты? Это именно ваши мысли? Или, возможно, вы видели где-то, ну, примеры какие-то, да? Возможно, путешествовали, были в каких-то городах, и вот что-то понравилось и реализовали на бумаге? Вы знаете, процентов 80 — это наша идея, потому что, работая столько лет на пляже, мы уже четко понимали, что там должно быть, где было размещено, где прогулочное, где детские зоны. Поэтому 80% было наших мыслей, но все эти мысли, конечно, наши селостопольские профессионалы воплотили это на бумагу, и вот что получилось. Но реализованно, я так понимаю, на бумаге все это остается, да, прогулочная зона? Обязательно. Обязательно. Для людей с ограниченными физическими возможностями? Обязательно. Подход к морю, раздевалке. Полностью по всем зонам. Нет так, что в какой-то определенной зоне только есть доступные для маломобильных людей полностью по всему пляжу. Есть места, где могут проходить, проезжать и получать разные люди с маломобильным… Также раздевалки, также навесы. Обязательно. По всему пляжу. По всему. Полностью рекомендую. Нет так, что определенный уголок. Полностью по всему пляжу. Сергей Деевич, скажите, пожалуйста, а возможно ли такой вариант, с Вашей точки зрения, чтобы объединить первые и вторые места в выигранных проектах и их реализовывать в жизни? Да, я думаю, возможно, конечно. Что-то будет дополняться или одно дополнит другое? Нет, конечно, все положительные стороны должны быть объединены в одну, значит, концепцию. Это, конечно. Другое дело, ну, надо смотреть, не будут ли они потом противоречить как бы одна другой. Но я думаю, что первый и второй вариант, они довольно логичны. Оба, значит, они должны… Ну, понимаете, в чем дело? Я давно знаю пляж Учкуевка, да, и я смотрю, что у них постоянно идет какое-то движение в качестве оформления. Как у них получается? Где-то лучше, где-то хуже. Ну, вот они сколько лет назад, я не помню, вот фонтан там какой-то сделали, дельфина кого-то поставили, что-то еще. То есть видно, что они, ну, как бы давно уже вот на эту территорию, значит, смотрят и пытаются какими-то там, какими-то ступеньками, значит, что-то улучшать, понимаете? Вот. Они все это дело, я так понимаю, самостоятельно все делали. И когда этот конкурс возник, да, им просто это на руку как бы подошло, и они сразу как бы вполне логично схватились за это дело, потому что они поняли, что можно еще и профессионально каким-то образом что-то делать, это делать и так далее. Поэтому, конечно, ну, я, например, уверен однозначно, что вот эту концепцию надо продолжать в более детальном проектировании, понятно. Я уверен, что те люди, которые делали эту концепцию, они должны участвовать в разработке рабочей документации и так далее. Дальше, как эта концепция должна реализовываться в жизни? Как ей дать ход в делу? Ну, нужно, во-первых, составить на основе этой концепции четкое архитектурное планировочное, ну, как сейчас называется, то есть техническое задание на дальнейшее проектирование. Вот. Почему я говорю очень четкое? Потому что, поскольку эта концепция, вот, которая первое место, я говорю, она, ну, как бы, конкретная очень, поэтому нужно вот эти все моменты четко определить, чтобы архитектору, кто бы потом не проектировал, чтобы он не уходил от основной идеи в сторону никуда, понимаете? Ну, если наши будут делать, то они не уйдут никуда, потому что знают эти герои и так далее. В чем беда, ну, вот, иногородних архитекторов? Потому что у них бывает очень мало времени, и не всегда появляется желание, возможность, ну, поговорить с местными архитекторами и вникнуть в эту проблему, потому что сроки иногда горят и так далее. И поэтому получается какой-то непонятный полуфабрикат, который потом приходится исправлять. Вы же поймите одно, что неправильно выполненный проект дает потом, значит, беду организациям, которые обслуживают потом эту территорию. Потому что, если проект выполнен неправильно, то потом выявляются какие-то подводные камни, и в эксплуатации, значит, этой территории появляются какие-то ненужные вещи, которые будут потом ложиться на бюджет города. Или кто там будет эксплуатировать это дело. До этого были какие-то проекты? Ранее обсуждалась концепция развития набережной Учкоевка? Ну, понимаете, значит, были проекты, давно были еще, там, с 2010 года, по-моему, даже раньше, были проекты развития общего и парковой зоны, и включали и пляжную зону. То есть общие такие концептуальные проекты были, да. А здесь по зонам разделено? Ну, здесь по зонам почему? Потому что, если честно, даже не знаю, почему, потому что, в общем-то, надо совместно было все делать. Ну, видимо, потому что те проблемы, которые стали возникать, они же начали возникать уже на территории пляжа Учкоевки, они уже, ну, как бы не терпели отлагательств, что ли. Потому что там очень много самовольной застройки стало появляться, которые, значит, выходили уже там к пляжной зоне, к самой, понимаете. И это все, как бы, увеличились людские потоки. Потому что сейчас же на Учкоевке там ужасно творится. Там столько много отдыхающих, и рядом вот идут там гостиницы, и люди из города приезжают. И поэтому надо было как-то упорядочить эту территорию. Ну, и тем более, значит, если идут федеральные деньги еще на это, кто-то финансировать будет, я не знаю, наверное, тоже надо использовать их грамотно. Поэтому так, наверное, все. Ну, голосование уже, оно закончено окончательно, да? То есть проект выбран, все. А с другими ознакомиться проектами, которые были до этого, еще можно где-то? Ну, с другими проектами. Ну, на сайте вообще все проекты были вывешены. На сайте Департамента архитектуры. Ознакомиться, конечно, можно. Может быть, даже и нужно, не знаю. Переголосовать, я думаю, что никто не будет, потому что, ну, либо надо другой соса в жюри, значит, либо, я не знаю, каждый все равно же верен своему, когда это слово. А третий проект, в чем там, по Вашему мнению, был недочет? Почему он занял третье место? Да вы знаете, вот сейчас вот, сейчас я не могу даже вообще толком, ну, представить для себя. Я вот, я сейчас, ну, понимаете, в чем дело? Вот первый проект, я понимаю, почему, значит, он занял первое место. То есть, основные ключевые вещи, значит, для меня понятны. То есть, это первый, прежде всего, вот это вот грамотное зонирование всей территории. Второе, значит, учет, значит, местных жителей, да, ну, местных обслуживающих, ну, тех людей, которые, значит, у которых участки там уже жестко закреплены. То есть, их не надо будет оттуда выкидывать и так далее. В-третьих, решено транспортное, транспортное обеспечение. В-четвертых, значит, связь с парковой зоной, которая, значит, ну, то есть, одно с другим не спорит. То есть, как бы, парковая зона, она не нарушается, допустим, задним фасадом вот этих вот обслуживающих предприятий. Это вот то, что, ну, то, что, допустим, вот первое место, ну, первое место в проектах занял. В других проектах, наверное, просто их там много было, и мы уже забыли, что там есть. В других, значит, ну, что, ну, не решена, значит, во многих проектах вообще какая-то была смесь. Ну, кстати, вот в одном проекте, например, я не помню, какое он место занял. Там, например, там же вот, если вы представляете, Вучкуйский парк, вот идет пляж, да, потом идет подпорная стена, там, я не знаю, метра три, наверное, высота, ну, может быть, чуть поменьше. Дальше идет вторая терраса, и дальше идет уже, значит, вот это все, весь этот променад, набережная и так далее. В некоторых проектах, наверное, человек там не был на месте. Может быть, он к этому отнесся как-то. Там, значит, полностью перерезается, значит, какой-то там плавной кривой это дело, значит. Ну, то есть нереально, нереально это выполнить. Ну, ясно, что этот проект, понятно. Тот, кто знает это место, он, конечно, его никогда не примет, этот проект. В некоторых проектах, ну, просто было безграмотное, с моей точки зрения, значит, ну, неграмотное решение структуры всей этой зоны. Потому что, в общем-то, вот то, что я сказал, там, пляжная зона, набережная, значит, обслуживающая территория, это, ну, как бы в нормативах проектирования пляжных зон. Там, видимо, человек даже их не знал. То есть это дело просто не профессионал. Были такие, понимаете. Некоторые были просто популистские какие-то. Там, вот я помню, тоже один яркий проект. Ну, он как яркий, он на первый взгляд яркий. Там вообще там какие-то каких-то миноретов по наставили белых, значит. Я забыл, какое место и так далее. Местный житель это был? Да я сомневаюсь, что местный. Я сомневаюсь, что вообще это вот, ну, что человек вообще, ну, как бы, ну, пытался, значит, грамотно, значит, вникнуть в это. Просто, может, так, от руки нарисовал какие-то там эти вещи. Ну, они, значит, беленькие, они яркие, они, значит, там, на Стамбул похожи и так далее. Ну, может, кому-то из, там, жителей понравилось. Ну, архитекторы, конечно, которые, значит, в жюри участвовали, они ясны, что этот проект не приняли. То есть, ну, понимаете, в конкурсе же разные люди учатся. Кто-то просто от скуки может там что-то нарисовать, а вось пройдет. Людмила Денисовна, а вы видели второй проект, да, вот, который занял второе место? Видела, да. Вы бы что-то взяли оттуда? Ну, вы знаете, может быть, детскую зону увеличили, расширили в нашем проекте, взявши оттуда. Очень хорошая у них детская зона в том проекте. Ну, а так... Первое, оно и первое место. Совершенно верно. Нет, я просто хочу добавить, понимаете, в чем дело? Вот этот проект, он, вот, и про детскую зону сказали. Да, можно вот в этих вот мелких вещах, можно найти какие-то недостатки и так далее. Но этот проект, он и не обязан был решать полностью, значит, вот, все вот эти зоны. Вот вы сказали там для маломобильных... Поэтому это и концепция. Это концепция, да. И потом, на основании этой концепции, когда техническое задание четко проработать, в техническом задании будет указано, что, допустим, расширить это, это сделать и так далее. Столько-то там мест для маломобильных граждан. Поэтому я считаю, что вот в этом проекте они вообще могли бы вот эти вот детальные, значит, вот зоны не указывать. Самое главное, надо было решить, как... То есть вот он, основной путь развития вот этой территории. Ну, главное, что вы это увидели, что профессиональное жюри это увидело. Я благодарю, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Мы в этой программе ставим точку, как будут развиваться события. Будем наблюдать вместе с вами. И всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Тема дня». Благодарю за внимание. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова